Сегодня я буду раскрывать секрет замка. Ребята, как вы, наверное, помните и как вы уже видели, а если вы не видели, ребята, вот сюда, вот сюда, я напоминаю, у меня выходило видео о том, где я купила замок в темном лесу в Лайфтопе. Да, наш новый дом, наш платный замок, и я так и не смогла найти там секрет, поэтому сейчас я возвращаюсь в этот замок, и теперь я буду тщательно искать, потому что секретка там 100% есть, я ее видела, но как туда попасть, я абсолютно не знаю, поэтому сейчас вы видите то, что я нахожусь вот здесь, и я отправляюсь. Вот, блин, как тут красиво, у нас все так красиво украсили, ребята, вот я сейчас просто немножко сменю тему, но вы только посмотрите, как же красиво, у нас все украшено к Хэллоуину, и это прям вообще офигенно выглядит. Но пофиг на все, я сажусь на метлу и отправляюсь в темный лес. Как бы до леса я могу добраться по сути такими способами, но мне так нравится на ней летать, это прям офигенно. И самое главное то, что я сейчас сделаю при вас, да, я при вас это сделаю. В прошлом своем видео я собрала уже все 50 конфет, которые мне были нужны, чтобы купить вот эту офигенную штуку. Я очень сильно ее хочу, и я ее покупаю. Yes, да, я плачу своими конфетами и покупаю эту штуку. И в чем проблема? Что это значит? А, все, она у меня есть. Все, у меня есть эта штука, я захожу, скорее всего, в инвентарь, да? А, нет, наверное, вот в Аватар внешность. Мне нужно... Да, вот она. Все, я одеваю ее на себя, она мне просто безумно нравится, вот только посмотрите. Блин, эта штука просто офигеть крутая, она еще и светится, просто супер. Теперь я буду вот такая вот клевая чика. Ну, а пока что буду брать конфеты остальные и буду собирать на какие-нибудь другие себе штуки, а что бы нет. Итак, что мне нужно? Мне нужно взять мотоцикл и отправиться в свободное место, чтобы поставить свой дом. Да, чтобы поставить свой замок. Итак, где же мне это сделать, например? Например, вообще не знаю, где это можно сделать. Ну, вот здесь уже кто-то живет. О, например, вот здесь. Я вот сделаю вот это здесь. Я поставлю здесь замок, я его ставлю. И сейчас вместе с вами я буду искать здесь секретку. Как вы, наверное, помните, вот как он выглядит. И мне очень интересно, как попасть вот в тот замок. Я сегодня, если я сейчас быстро найду секретку, я очень сильно хочу попробовать долететь туда. Я просто возьму себе какую-нибудь летающую хрень и полечу вот в тот замок. Возможно, я смогу в него попасть, не знаю. Ой, а что тут светится? Ого, тут можно позвонить. Ой, прикольно. Я захожу в свой замок. У меня тут свои привидения. У меня тут все схвачено. И мне нужно найти здесь секретку. Как ее найти? Я абсолютно не знаю, ребят. Вот как найти эту секретку? Хрен его вообще знает. Итак, ну сейчас я буду просто бегать по всему дому, искать что-то необычное, что-то непримечательное. Потому что, блин, секретка должна быть... Вот я просто... Я даже не понимаю. Как отыскать эту секретку? Как вообще ее найти? И что здесь сделать? Я поднимаюсь наверх. Надеюсь, то, что мне сейчас просто повезет. И я смогу все-таки отыскать эту секретную комнату, которая здесь есть. А она здесь 100% есть. И я сейчас покажу вам, как я это поняла. Если я доберусь, конечно, до всего того, что мне нужно. Итак, я захожу вот сюда. И как вы видите, у нас здесь балкон, комната. Сейчас я вам ее обязательно покажу. Если я сама ее найду. И вообще, если я вообще вспомню, как до нее добраться. У нас здесь... Итак, в общем, с божьей помощью я смогла найти эту секретку. Ну, как бы как секретку? Я смогла найти саму секретку. Но как в нее попасть, я пока еще не нашла. Она наша секреточка. Кстати, я заметила то, что здесь как будто окна изменились. Теперь здесь намного хуже видно. В общем, как вы видите, вот это какая-то башня. И тут светится, я так понимаю, сюда можно ставить свою коллекцию. Которую мы собираем, да, например, котиков, да, или там другие статуэтки. Вот, сюда можно ставить свою коллекцию. Но в этой комнате я не была. И я абсолютно не знаю, как добраться. Эта башня идет снизу. По логике вещей, как я понимаю, наверное, вход в эту башню находится где-то внизу. Попасть туда, блин, я вообще не понимаю. Я просто не понимаю. Итак, я сейчас спущусь вниз. И буду искать там, значит, какой-то выход, чтобы пробраться как-то в эту башню. Итак, давайте посмотрим. Я так понимаю, что башня... Давайте я сейчас выйду на улицу. И просто, чтобы понять, с какой стороны находится эта башня. Чтобы хотя бы понимать. Потому что я не знаю, как иначе раскрыть этот секрет. Вот у нас эта башня. Вот, это 100% она. Потому что она тут одна такая у этого дома. Значит, она где-то здесь. Значит, в доме нужно искать вход с этой стороны. Блин, конечно, никто не спорит. Никто не сомневается в том, что портал может быть где угодно. И он может переносить тебя хоть со второго этажа в правую сторону в эту башню. Но, блин, я все-таки надеюсь, что я ее найду. Значит, башня где-то здесь. Она должна быть точно где-то здесь. То есть, вход где-то, возможно, здесь. Я не знаю. Я абсолютно не знаю, блин, ребята. Фух, хорошо. Давайте повернем лося. Да, может быть, здесь голова лося сейчас сработает. Потому что, вы видите, он как-то перекошен. Но на этого лося я нажать вообще не могу. Блин, я просто не понимаю, что мне делать. Где мне найти эту секретку вообще? Как мне ее найти? Хорошо, давайте посмотрим здесь. Давайте посмотрим вот огонь. Да, у нас странный огонь. Но все, что я могу сделать, это выключить его и включить. Хорошо, может быть, часы. Блин, я просто не знаю. Ну, очень бы хотелось. Посмотрите, часы идут в обратную сторону. Офигеть. Может быть, нужно сделать так, чтобы они шли в нужную сторону? Но, походу, нет. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас в шкафах. Может быть, какие-то, я не знаю, где-то что-то можно доставить. Или какая-то кнопка есть. Но я просто без понятия. Хорошо. Ребята, что вот это такое? Я, походу, нашла секретку. Походу, я ее нашла. Боже, надеюсь, что это она. Я сейчас обратила внимание на то, что у нас стоит здесь три рыцаря. И у двоих из них меч в руке, а у третьего лежит рядом. И я могу взять этот меч. Секретка здесь. Офигеть. Офигеть, ребята. Так, что вот это такое? Я так понимаю, у нас тут люк. И нужно вставить. Это для мечей. Это для тех мечей. Так, давайте для начала поднимемся наверх. И посмотрим, что у нас наверху. Наверху у нас вот эта комната. Да. Вот она. Здесь можно поставить своего котика или кого-нибудь еще. Отлично. Итак, я хочу все-таки поставить котика. Я вот выбираю. Я хочу поставить своего любимого котика из своей коллекции. Вот, смотрите. Блин, выглядит супер. Отлично. Теперь нам нужно разгадать секретку остальную. Так, как я понимаю, нам нужно вставить эти мечи. Три меча сюда. Хорошо, давайте попробуем. Итак, я беру меч. Я взяла меч. И давайте вставим его. Надеюсь, что это то, о чем я думаю. Так, я взяла меч. Фух, так, отлично. Теперь нужно взять еще один меч. И тоже его вставить. Вставить его сюда. И поставить третий меч. И давайте возьмем его. Вы это видели? Теперь, когда я беру меч, комната закрывается. И что мне делать? Я в этой комнате. И мне нужно как-то взять меч. Но отодвинуть камеру я не могу далеко. Так, мне нужно как-то попасть в эту комнату. Фух, на счет три. Давайте, давайте надо быстро это сделать. Я так понимаю, что мы сейчас должны быстро схватить меч и быстро забежать, пока шкаф не закрылся. Наверное. Ребята, это было просто гениально. Я успела. Мы ставим третий меч. И я так понимаю... Да, у нас открывается портал. И мы туда спуска... Офигеть! Вы видите это? Мы спустились просто в ад. Тут лава. Тут... Блин, мы спустились к дьяволу. Итак, вы видели? Лестница обрушается. Почему? То есть надо очень быстро, чтобы добраться до верхушки. А что там наверху? Я так понимаю, воспользоваться... Воспользоваться бластером я точно не смогу. Потому что, блин, обычно в таких секретках все так просто не бывает. Поэтому... Ну, я попробую. Ну, конечно. Итак, я так понимаю, что бежать нужно очень быстро, пока ступеньки не обрушились, не грохнулись. Ребят, у меня пока это очень прекрасно получается. И я добралась. Офигеть. Я добралась. Итак, это лучшая гостиница, которую вы могли видеть. Просто с лучшей кроватью в виде гроба. Это просто all-inclusive Турция. Просто обслуживание. Вот такое. Поспать можно в гробу. Ну, и если доберешься до номера, то тебе повезло. Если нет, то ты сгорел в лаве. Блин, ну, это просто очень круто. Можно вот так вот лечь спать. Прикольно. Здесь очень классно. И очень-очень крутая секретка. Ребят, пишите в комментариях, как вам секретка этого дома. Потому что, блин, я считаю, что она просто отпадная.